Друзья, добрый день! Хочу сегодня поговорить с вами о посудомойках Бош. Меня просто часто спрашивают, они довольно-таки ходовые, что в Украине, что в России. И поскольку вопросов накопилось достаточно много, то на многие из них хотел бы прямо сейчас ответить. Я по памяти их не понял, не помню, бумажку не готовил, но... Меня часто спрашивают, присылают в сообщениях, вот такая-то модель, хорошая или плохая, как вы считаете? Ответ номер один. Я не знаю, понимаете, я могу вам ответить по посудомойкам только те, которые я уже разбирал. То есть, которые есть всякие дефекты, либо проблемные места. То есть, вот эти последние модели я не могу ответить. Но поговорить о тех проблемах, которые у них есть прямо сейчас и в новых, это мы сможем. Давайте начнем издалека. Что посудомойки Бош и они же Сименс, это в принципе одно и то же. Но Сименс, Сименс, это премиум сегмент, Бош немножечко ниже. То есть, он чуть-чуть проще. Сименс, они обычно добавляют еще один шумоизолятор в виде этой вот войлока такого. Он же является и фактически теплоизолятором, то есть, у них они за счет этого поднимают класс энергосбережения. Во многих простых моделях Бош идет обыкновенный бак из нержавейки. В более дорогих этот же бак у нас покрыт такой каучукобитумной смесью, и которая фактически тоже уменьшает шум капель, которая попадает на сам бак. Соответственно, шум от посудомойки меньше. Но в них все равно есть определенный ряд, скажем так, дефектов. Во-первых, как бы они никогда не были дешевые бошевские посудомойки. Во-вторых, часто, например, в последнее время я сталкиваюсь с премиум сегментом Бош посудомоек, у них вылетает, ну я не знаю, это индивидуально может быть ошибка, это Е19. Там сгорает клапан. Дело в том, что ради энергосбережения они что сделали? Стандартный клапан, на него подается 220 вольт. Они решили, чтобы не тратить какое-то количество ватт на поддержание переменки, они решили клапан сделать из постоянки, то есть 320 вольт постоянки подавали. И, естественно, поскольку это уже постоянное напряжение, то для замыкания клапана требуется высокое напряжение, то есть, скажем так, потребляемая мощность будет выше. Для поддержания его в этом состоянии требуется минимальное количество электроэнергии. Может, это один из способов увеличения энергии эффективности, я считаю, не самый удачный, потому что такой клапан стоит, по-моему, 44 евро, но я в своих видео уже показывал, как эту проблему можно решить. Просто ставится еще один клапан последовательно, в клапан ставится железный сердечник с того же клапана, и добавляется еще одна последовательность, параллельная ему сопротивление в 5 ватт, где-то там, от 3 до 6 килоом. Вот, то есть, так вот проблема решается, ее можно решить, скажем так, кто паяльник умеет держать в руках элементарным способом дома, это не проблема. Либо каждый раз менять клапана, они летят. Потом также у посудомоек Бош осталась проблема, даже у меня дома посудомойка Бош, как там, сапожник без сапог, у меня один тросик порвался, то есть, как посудомойка, когда она открывается, то там есть две такие чашки. В старых посудомойках Бош были пружины, неубиваемая конструкция, здесь они сделали пружины на тросиках с пластиковыми вставками. Тросики в местах пластика рвутся, сам пластик разлетается, пружины вместо крепления, там есть такие железяки, тоже несколько раз я сталкивался с тем, что оно вылетает. Может быть, в новых посудомойках они что-то поменяли, но запчасти, смотрю, остаются те же. То есть, получается, что принцип такой же ничего не поменялось. Это и есть их дефект. Ну, мы сегодня говорим только о Бошах. Я не сравниваю пока что с другими посудомойками, там, например, электролюкс, горинье, самсунг есть, мили есть. То есть, я говорю о плюсах или минусах Бош. Из плюсов, даже если у вас что-то сломается, у вас всегда вы сможете запчасть достать запчасти. Да, они не дешевые. В принципе, на посудомойке и так запчасти не дешевые. Поэтому, может быть, даже так сделаем. О! Нет, так, наверное, хуже. Они и так, в принципе, не дешевые, но что сделаешь? Из плюсов. Раньше у них был блок тенов совмещен с мотором вместе. Одной запчастью стоило что-то около 104 евро. Когда тен горит, а он наклеен на металл, он прогорает, менялся только с насосом. Плюс работа. 100 евро плюс работа это дурдом. То есть, грубо говоря, во многих случаях людям это обходилось почти в 150 евро. Такой ремонтик. Его хватает на два года. Сейчас они, видно, эту фишку уловили и начали тены выпускать отдельно. В Украине он стоит где-то в районе 800, по-моему, 50 гривен. В рублях, не знаю, я в долларах скажу. Это, грубо говоря, где-то ну, чуть меньше 30 долларов. 25. 30 долларов. Грубо 30 долларов. Вот. Он продается отдельно и меняется. Но, опять же, есть дефект. Если вы это будете делать сами, большая вероятность того, что он у вас потечет. Ну, вот так вот. То есть, я не знаю, я же говорю, мы сегодня говорим только про Бош. Я не сравниваю с Электролюксом там, в лучше или хуже, или с Зануси лучше или хуже, с Аристоном и Синдезитом. Мы пока что говорим про Бош. Поэтому, как бы, из плюсов теперь этот Тен меняется. Ну, он стоит относительно недорого. 30 долларов. Меняется. Да, но он все равно продолжает гореть. Из плюсов. Как бы, Бош, знаете, отточила свои посудомойки очень хорошо. Рынок очень большой. Моют они действительно неплохо. Претензий по качеству мойки, по двигателю нет. Например, те, кто идет в посудомойках, у них идет классификация, по-моему, написано там Варио в конце. То это, как бы, программная фишка, потому что двигатель у них все равно там идет трехфазный в любом случае. То функция Варио позволяет менять напряжение, которое подается на двигатель. Ух ты, у нас такие ямки впереди класс. На двигатель, соответственно, у нас мощность струи, которая подается в форсунке, меняется. И струйка, когда идет из вертолета, в простонародье называется вертолет, то, поскольку мощность струйки разная, то и градус струйки тоже меняется. Получается, что из плюсов она не каждый раз бьет под одним и тем же углом струя воды. Она меняет свой градус за счет мощности, которая меняется в моторе. Соответственно, она попадает один раз, когда прокрутилась в одно место, другой раз, когда она прокрутилась, она попадает уже в другое место. То есть, качество мытья в этом вопросе стало гораздо лучше. Это здорово, это хорошо. То есть, это плюс. Достаточно они, вы знаете, простые. Бош в этом вопросе модели меняются, все интуитивно в них понятно. Я же говорю, запчасти можно достать, даже если сгорело, запчасти можно достать. Это здорово. То есть, в этом вопросе удобно. Сервисное обслуживание тоже как бы распространено по многим городам, России, Украине, Казахстану, Молдавии, Беларуси. Это не проблема. Так, что еще может быть по... Да, если вы хотите взять как бы премиум сегмент, то вы берете вместо Боша Симмонс, там вы получаете чуть-чуть больше энергосбережения. Очень часто, раньше, по крайней мере, было, сейчас даже не поставили все-таки, это в модели Бош, они добавляют такую программу, называется 1 час, турбомойка. Классная такая программа, я вам скажу, что она за 1 час вымывает не хуже, чем за 2,5 часа. То есть, у нее мотор там врубается на полную катушку и вымывает она классно. Раньше это была опция только в Симмонсах, сейчас есть в Бошах. Вы спрашиваете, какую лучше брать, 45 сантиметров или 60? Если позволяет, возможность, всегда берите 60 сантиметров. Много не бывает, смотрите, посудомойка за весь цикл воды тратит, ну, до, по-моему, там, ну, самый потолок с большим количеством моек, это, по-моему, 9 литров воды, 3 3-х литровых бутылька. Это ерунда. А так обычно что-то, по-моему, до 5 литров. Поэтому, если вы возьмете 45 сантиметров и она вам вымоет до 3,5 литра, ай-яй-яй, вы полтора литра потеряете. Зато у вас Казань не поместится, там, сковородка не поместится. Поэтому, если есть возможность, всегда берите 60 сантиметров. Это удобно. Всегда можно все поставить. Не проблема. На качестве концентрации моющих средств, расходе воды, электричества вы почти не заметите разницу. То есть, будет, грубо говоря, одно и то же. Если есть у вас еще такая возможность, смотрите, вы можете взять тот же Bosch. У них есть стандартно две полки. Есть модель, они, естественно, всегда чуть-чуть дороже, где есть третья полочка для столовых принадлежностей. Реально удобно. Ну, то есть, ну, как бы, туда можно поставить все, что угодно, но, да, вилки, ложки ставятся, и она удобная, то есть, нету вот этой вот отдельной корзинки, куда вы как не знаете ставить вертикально, под углом она становится, но, что, да, не поставишь и нужно наоборот ставить лезвием вверх. Ну, то есть, это проблемно. Если у вас деньги позволяют, потому что это чисто маркетинговый ход, берите стрелку с третьей корзинкой для столовых принадлежностей. В этом вопросе очень удобно. По поводу соли, моющих средств, всего остального. Это, наверное, мы поговорим в следующий раз. Ну, и, в принципе, наверное, так, сколько мы уже разговариваем? О, 9 минут. Наверное, подытожим. Сделаем, скажем так, вывод из всего того, что мы сказали. Брать или не брать? Брать! Будет ли дорогое обслуживание? Да, если сломается, будет, но я вам не скажу, что у нас сильно чаще ломается, чем другие производители, потому что сегодня мы не сравниваем их. Какие плюсы? Плюсы то, что, например, даже если у вас горит ТЭН, он уже более-менее относительно дешево стоит. доступность запчастей, хорошее качество мойки, высокое энергосбережение, потому что Бош, они уже очень долго на этом рынке, и свое дело они знают в этом вопросе хорошее. Хорошо. Минус, есть как бы стандартные дефекты, которые в них есть, они есть всегда в любой технике, это рвутся тяжкие, и у вас дверка начинает, скажем так, не закрываться легко. Иногда горит ТЭН. в принципе, все, больше у них ничего не сгорает. Спалить посудомойку электричеством, высоким напряжением, почти невозможно, Бош, но, если она уже сгорит, то вероятнее всего у вас будет капец. Я вам сразу говорю, это минус. Иногда у них слетают прошивки, это крайне редко, но все же бывает. Что бы вы мне потом в комментариях не писали, что Бош-то не горит или что-то еще. Скажем так, не хочу опускать фирму Индезит, не хотел ни с чем сравнивать, но, если у нас будет 10 посудомоек Индезит, и, нет, давайте сделаем и так, да, 10 посудомоек Индезит и одна Бош, то сгорит, пока сгорит одна Бош, 6 или 7 Индезитов сгорит, точно, может быть 8. Но они все починятся, Индезиты. Но если сгорит Бош от скачка напряжения, 80%, то что вы его не почините. вот так вот. Они сделаны, платы очень плотно между собой и высокое и низкое напряжение в одной плате идут ряд, поэтому если она горит, то на этом обычно все заканчивается. Все, друзья, это была такая, скажем так, экспромтная запись. Я ехал по плохой дороге по посудомойкам Бош. Если вам будет, если вам это видео понравилось при вашем выборе, то напишите в комментариях, что вам понравилось, поставьте лайк, если хотите, чтобы дальше были такие обзоры, тоже напишите, поставьте лайк, как-то, как-то меня вы об этом проинформируете. Все, всем хорошего дня, Божьих благословений и мудрости в принятии решений по покупке вашей посудомойки. Всего хорошего, пока.